это добрый вечер мы начинаем наш сегодняшний вебинар сегодня на мирополисе есть какие-то проблемы почему-то люди подключаться их выбрасывает мне написали поэтому делаем запись и добрый вечер еще раз все кто сейчас подключился в прямую в прямом эфире на youtube канал итак мы сегодня поговорим о дубликации начинаем опять первого занятия у нас есть 4 вебинара 8 тем где мы раскрываем проговариваем все наши шаги которые мы проделываем для того чтобы построить успешную команду для того чтобы своего успеха достичь в работе в том бизнесе который мы делаем вместе с компанией sky club community и вместе с струнными технологиями меня зовут федорова любовь я являюсь региональным куратором латвии и по дубликации спикером начала с того что делилась просто своим опытом потому как и собирала команду как я работала с ней как я создавала ее но у нас больше презентации наши для новичков для тех людей которые недавно включились для тех людей которые делают свои первые шаги в создании команд которые хотят сделать какой-то ну какой-то скажем так карьеру карьерный рост уже у нас в нашей компании что возможно вот поэтому если есть люди которые подключаются и видят что постоянно одно и то же как мне говорят но это же та же самая тема она уже была да эта тема у нас была потому что это темы которые мы открываем для новичков мы помогаем людям строить свои команды те которые уже все хорошо умеют здорово молодцы что вы научились давно есть люди которым все равно это нужно поэтому будем начинать что такое дубликация это повторение дублирование копирование то есть мы дублируем действия своего наставника либо какого-то успешного человека какого-то нашего партнера учимся различным его методом который которыми которые он применяет в своей работе да поэтому можно сказать что это дубликация действий наставника является основным методом работы партнера в нашей компании потому что то что знает наш наставник если он уже успешный если мы за ним будем повторять у нас тоже все получится эту тему мы разбили на восемь таких разделов скажем так потому что каждый из них важен у каждого из них есть какие-то определенные моменты которые необходимо запомнить знать и применять для того чтобы у нас все получалось сегодня мы рассмотрим первые две темы это о постановке цели и о создании книги контакта очень хорошо если мы говорим о том что есть мечта у нас у всех есть мечта и может быть не одна может быть многие люди о чем-то мечтают и у них сбывается все кто-то задумывается как у него это получилось кто-то не задумывается но любую мечту если сделать ее своей целью это всегда ее можно достичь то есть любая мечта может сбыться если мы научимся сделать из нее цель и выстроить дорогу которой мы пойдем вот мы знаем что цели у всех разные они бывают очень большие грандиозные такие цели в одной из классификаций называются красные цели а тот путь по которому мы идем к этой цели то есть мы его намечаем его разбиваем на этапы и вот каждый этап тоже должен иметь маленькую цель и вот эти маленькие под до цели такое слово немножко не очень удобно выговаривать да вот их они их называют синими да то есть красная цель и есть синяя цель благодаря которым мы доходим до своей мечты вот так вот очень важно осознавать и понимать свою цель тогда нам будет гораздо проще сделать выстроить эту дорогу по которой мы к ней пойдем для этого нужно понимать очень важно знать что как как эту цель вообще вставить также как эзотерики говорят надо правильно загадывать желание проговаривать правильно свое желание та же история и с целями то есть она должна быть абсолютно конкретной вот есть такая система смарт которой выставляются цели она должна быть конкретной то есть мы абсолютно точно и четко должны понимать чего мы хотим и должны понимать что должно в конечном итоге произойти для того чтобы мы поняли что вот вот она наша цель да то есть мы должны себя видеть там где она уже исполнилась вот она должна быть измеримо то есть нам совершенно понятно но нужно понимать и осознавать сколько ресурсов нам понадобится сколько времени нам понадобится какие ресурсы нам понадобятся для того чтобы достичь этой цели она должна быть достижимой то есть не воздушный замок а абсолютно такая земная вернее мы должны понимать как сколько до нее какой до нее путь насколько далеко она и что по каким признакам мы поймем что мы эту цель достигли да то есть если мы хотим купить себе квартиру это самый легкий то мы достигнем своей цели тогда когда у нас уже полностью будет допустим либо денежная сумма на счету которая уже практически все мы понимаем что квартира готова там мы уже можем или брать либо уже мы зашли открыли дверь и зашли все вот вот она но она достижима это же нормально это же реально реально но если мы хотим чтобы мне на голову упал вагон с деньгами то это нереально да мы понимаем что надо чтобы кто-то туда поднялся чтобы этот вагон напомнил вот то есть мы понимаем как она должна быть реально она должна быть достижимой она должна быть реалистичной или значимой то есть она должна для нас иметь очень большое значение мы должны понимать какие выгоды несет для нас наша цель то есть мотивации другим словом мотивация если у нас есть мотивация если мы понимаем насколько она что она нам необходима, что она нам необходима, какие блага мы получим, когда мы достигнем этого, то тогда она сборится. Это значит правильно. Ну и определить её нужно во времени, хотя бы потому, чтобы мы понимали, сколько времени нам нужно сейчас, допустим, жить в другом ритме, работать в другом ритме, выполнять какие-то определённые дела, сколько времени для того, чтобы мы достигли своей цели. Нужно это осознавать. Когда мы видим конечную временную отрезок, вот эту конечную часть нашего временного отрезка, когда мы понимаем, вот тогда уже где-то цель моя будет достигнута, я даю себе два года на что-то, то на каждом этапе мы можем видеть и осознавать, какой путь мы уже прошли, сколько нам осталось. Это тоже подстёгивает, это тоже помогает идти вперёд. Например, все мы сейчас, так сказать, с большой целью, получить дивиденды, как очень часто задают вопрос, и везде на каналах, когда там ведёшь трансляцию, даже вот сегодня уже первый вопрос, только человек включился, написал, когда будут дивиденды. Да-да, это действительно наша большая цель, но это же точно так же большая цель Анатолия Туартовича. И мы понимаем, что мы настолько взаимосвязаны, мы настолько… у нас такая должна быть синергия в работе, и у него, и у нас, потому что у каждого из нас свои задачи, у каждого из нас свои цели, что только вот вместе мы дойдём всё-таки до дивидендов. И сейчас мы знаем, что у нас подписаны в конце 21-го года, были подписаны 4 контракта коммерческих, и мы, конечно же, ждём экофеста, о котором тоже ещё не объявили. Есть вариант, я не хочу ничего обещать, но есть вариант, что он будет осенью, то есть на август не получилось, он будет осенью, и, скорее всего, на экофесте Анатолий Туартович уже скажет то, чего мы так долго ждём. И это будет тоже как бы достижение нами какой-то, наверное, очередной своей цели, или нашей большой цели, или того нашего желания, нашей большой мечты, того, чего мы очень хотим. Если говорить о том, чтобы, допустим, достичь какого-то ранга в нашей компании, допустим, достичь за один год статуса эксперт, то вот, пожалуйста, здесь абсолютно понятны шаги, потому что мы знаем, чтобы дойти до эксперта, надо пройти через лидера и мастера. Поэтому мы понимаем, какой нам путь, какие подцели поставить, на какие временные, может быть, отрезки разбить, месяц, два, три, то есть каждый месяц, чего мы хотим достичь. За первый месяц, например, лидера, ещё за два месяца мастера. Вот, поэтому тут, конечно, очень всё понятно, что она реалистичная, она абсолютно достижимая, она определена во времени, эта цель, да, то есть она совершенно соответствует нашей формуле по системе SMART, как мы говорили. Есть ещё у Брайана Трейси такая теория, как достичь цели за 12 этапов. Здесь тоже система SMART очень перекликается. Она очень перекликается, эта теория, с теорией системы SMART, потому что здесь тоже всё это есть, только здесь не 5 пунктов, а он выделил 12 пунктов. И мне очень хочется об этом говорить, потому что я здесь нашла для себя тоже дополнительные, можно сказать, дополнительные аргументы, так скажем. То есть прежде всего, и это очень важно, чтобы мы могли достичь какой-то цели, это должно быть наше личное желание, наше, не чужое, не чьё-то, не родители, никого, наше личное желание. То есть, да, чтобы не получилось так, как многие заканчивали институт, потому что отец сказал, я тебе оплачу, иди поступай, учись. Там кто-то какую-то профессию получал, потому что мама сказала, вот я, например, тоже получала профессию первую свою, не потому что мне так очень хотелось, а потому что это было престижно, это было нормально. И мама сказала, ну здорово, девочке очень хорошо быть воспитателем в детском саду, ты будешь всегда в тепле, это маленькие детки, это несложно. И думаю, ну да, а потом оказалось, что где-то это не моё, где-то я не хочу работать с маленькими детками, где-то я поняла, что в 19 лет я вообще не готова была работать с маленькими детками, у меня никакого опыта не было ещё. Это было не моё желание, поэтому по большому счёту я в профессии не работаю сейчас. У меня есть опыт работы, у меня была отработка диплома, подтверждение диплома тогда было, но я не работаю по профессии. Поэтому самое главное, что если мы идём к какой-то цели, это должна быть наша личная цель, это должно быть наше личное желание. Также должна быть вера, то есть мы можем понимать, что нам хорошо сидеть в зоне своего комфорта, и мы можем делать цели, ставить себе такие цели, которые будут внутри зоны нашего комфорта. Но очень важно, чтобы она всё-таки была немножечко за пределами. Эта цель должна иметь какие-то трудности, мы должны научиться выходить из зоны комфорта. Нам нужно поставить её такую, чтобы, во-первых, ну, скажем так, она должна быть с вероятностью исполнения 50 на 50, то есть мы можем заниматься. И вот эти вот 50, которые будут казаться для нас невыполнимыми, будут нас толкать, выходить из зоны комфорта и сделать всё для того, чтобы они стали выполнимыми. Это наш путь, это наш драйв, это наше движение, понимаете, и тогда мы понимаем, у нас будет тогда очень хорошее удовлетворение достижения этой цели, потому что мы проделаем какой-то достаточно такой сложный путь. Если всё легко даётся, вы же понимаете, да, это даже и не ценится. Недаром же говорят, что вот если родители дали детям всё, иногда бывает такое, что дети совершенно это не ценят. И большую сумму денег иногда могут спустить очень быстро, потратить и на какую-то ерунду, но когда ты сам это зарабатываешь, ты это ценишь. Так и здесь у вас будет гораздо больше удовлетворения драйва от исполнения этой цели, когда вы будете понимать, что пришлось пройти какой-то сложный путь, какие-то преодолеть трудности. То есть не надо, конечно, делать так, чтобы это было вообще непреодолимо, и что мы уже до конца, до конца мы уже доползли на четвереньках, и у нас уже нет сил даже радоваться тому, что мы наконец-то достигли того, о чём мечтали. Но тем не менее нужно вот в пределах разумного делать так, чтобы у нас была какая-то такая небольшая борьба. Очень важно осознавать эту цель записывать её, записать и во всех-во всех подробностях, во всех-во всех деталях, прям записать её на бумаге. Если вы хотите, чтобы это, допустим, дом, но, к примеру, потому что, опять-таки, на жилье очень легко приводить примеры. Допустим, я пишу, хочу двухэтажный дом, чтобы у меня обязательно была там мансарда, чтобы у меня была веранда с большими застеклёнными там, допустим, окнами или стенами. Я хочу, чтобы у меня был гараж на две машины, чтобы была большая лужайка, чтобы там можно было пикниковую зону сделать, вплоть до того, что я хочу из кирпича выложить там эту печку для того, чтобы шашлыки делать или что-то ещё, да, готовить там на костре. То есть полностью всё-всё-всё мы прописываем, сколько спален мы хотим, да, на какую сторону окна мы хотим. Во-первых, это своего рода уже будет и проект, вот, который уже у вас созревает, да, с другой стороны, вы будете чётко понимать, что нужно. Мне нужно это, 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 это. То есть гораздо проще потом этот путь выстроить. Ну и когда мы её уже прописали, у нас уже будет очень хорошая визуализация, а это тоже большой плюс. Вот, также мы прописываем пользу, ну, хотя бы в голове у себя, какая будет польза в достижении этой цели, какая будет мотива, ну, какая будет выгода, потому что будет выгода, будет мотивация, да. И мы прописываем, что вот если нужен дом, мы прописываем, что вот теперь у нас будет дом, а это значит, у меня будет своя комната, у меня будет свежий воздух, у меня будет фруктовые деревья, да. То есть в любом случае мы прописываем, какая польза, какие будут плюсы от того, что мы достигли своей цели. Это и будет нашей мотивацией. Ну вот. Дальше мы можем проанализировать саму ситуацию, что у нас есть на сегодняшний день. Как говорится, если я хочу похудеть, я должна сначала встать на весы, посмотреть, какой у меня вес есть сегодня, и сколько мне ещё я смогу посчитать, сколько мне нужно сбросить, и что мне для этого нужно сделать. Так и здесь. Мы анализируем ситуацию и смотрим, какие ресурсы у нас есть, с чем мы стартуем, что у нас есть на сегодняшний день. И тогда мы будем понимать, что нам ещё нужно как раз для прописания вот этих подцелей. Также сроки, да, о чём мы говорили, мы ставим себе временные сроки. Да, мы, конечно, можем переписывать план. Да, конечно, мы можем потом передвигать эти сроки, если мы видим по обстоятельствам. Но изначально у нас должен быть этот. Это, знаете, как обычный проект, который выстроительная компания, мы делаем, мы заказчик, мы сделаем ей заявку, она нам прописывает проект, да, и мы договариваемся о сроках. Здесь абсолютно то же самое. Договоритесь сами с собой, как и заказчик, как и подрядчик, да, о сроках, о ситуации, о проделанной работе. Также о проделанной работе. Определить препятствия, которые нужно будет преодолеть, да, точно так же, если у нас есть какие-то, мы понимаем, что есть какие-то моменты достаточно сложные, или мы не владеем информацией, вот, может быть, у нас не хватает каких-то знаний, тогда мы должны понять, чего нам не хватает, что нам изучить, консультацию, может быть, какую-то нам нужно получить у специалиста. То есть я же сейчас говорю об абстрактных целях, и если говорить о строительстве, то есть опять-таки возвращаясь к этому дому, то мы понимаем, какие нам там нужны будут консультации. Если мы умеем фундамент делать, то мы делаем сами, если не умеем, мы будем обращаться за помощью, да, к каким-то компетентным органам. Поэтому вот мы определяем препятствия, прописываем весь путь и смотрим, что у нас сложное, какие нам нужны дополнительные знания, кому нам нужно будет, может быть, даже обратиться, да, там за консультацией, люди, организации или еще что-нибудь. Ну и создаем, конечно, план. Создаем план, учитывая все детали. Может быть, это кажется достаточно сложным, да, что вот подумаешь, цель поставить, и вот столько работы надо проделать. Но если мы в голове эту работу у себя всю поэтапно вот так просто проходим поэтапно, просто раскладываем у себя по полочкам, то нам легче будет идти, нам легче будет стартовать, мы будем понимать, с чего нам начинать и что делать. Это как дела каждого дня записывать в список все, что нам нужно проделать за день. И утром, проснувшись, увидев свой список, который мы, допустим, с вечера написали, мы четко понимаем, с чего мы начнем, и мы не теряем время. Здесь та же история. Когда у нас все прописано, мы четко понимаем, с чего нам надо начинать. Ну и, так сказать, визуализация, да, я уже сказала про визуализацию, что прям рисуйте себе картинку достигнутой цели, конечного варианта, то, к чему мы сейчас идем. Представьте себе прямо там, вот вы уже там, вы уже достигли, у вас уже есть этот дом, вы сидите в шезлонге, на солнышке, вы там кушаете мороженое, не знаю, пьете кофе где-то на террасе, да, то есть представляете себе полностью всю эту картинку. Во-первых, это даст вам позитивный такой настрой, это как аффирмации, да, так и это. То есть я уже достиг, я вот, я сижу там, как мне сейчас классно, все, тогда это нас подстегивает еще вставать и делать какие-то шаги. Вот, но и очень важно, двенадцатый этап, очень важный этап, дать себе обещание никогда не сдаваться и дойти до конца. То есть любые трудности, которые мы встречаем на пути, достижению своей цели, мы преодолеем. Поймали трудность, поняли, что это такое, распознали, что это такое, да, как иммунитет. Поймал вирус, распознал, что это за иммунитет, понял, какую составил программу уничтожения этого вируса, дал сигнал своему, своим солдатикам, которые вышли на борьбу с этим вирусом. Вот как работает иммунитет. Вот точно так же наш иммунитет должен работать по отношению к тем трудностям, которые возникают на нашем пути. То есть ничего мы не пугаемся. Спортсмены падают, встают и бегут дальше, падают, встают, бегут дальше. Вот говорим, я спортсмен, это моя дистанция, я спортсмен, я ничего не боюсь, я пойду до конца. Если у нас форс-мажорная ситуация, ну ничего страшного, ну переписали мы этот план, ну отодринули мы эти сроки, ну добавили мы какую-то дополнительную ступеньку, которая вдруг появилась, и нам надо её преодолеть. Это нормально, это жизнь, это движение, но это путь, это как раз путь к нашей цели. Вот, поэтому только упорство нас туда приведёт, и оно будет как раз являться мерой веры в себя. вы будете понимать, насколько я в себя верю, насколько я не боюсь трудностей, насколько я пойду чётко, прямо к достижению своей цели. Вот, поэтому не пугайтесь, и желаю вам всё-таки быть упорными, ставить такие достаточно высокие цели, да, чтобы было интереснее к ним идти. И вот сейчас как, ну не хочу сказать, что-то я вам прям даю какое-то задание, но может быть вы сейчас услышали что-то новое для себя, хоть один пункт какой-то новый, и то мне уже приятно. И, конечно же, на сегодняшний день у вас у каждого есть своя цель, у нас у каждого есть своя цель какая-то, к которой мы идём. И, возможно, сейчас, услышав какой-то хотя бы один новый пункт, вы сможете посмотреть на свою цель, и вы сможете её перее... ну не могу сказать перезагадать, но ещё раз переписать, уже существует всю цель, по новой системе. Посмотреть, соответствует ли она, как она у вас формулирована, как вы её понимаете, как вы её проговариваете. Соответствует ли она вот этой системе смарт, и, может быть, вы сможете её переписать. Может быть, вы сможете сейчас добавить что-то новенькое, и у вас изменится в ваших дальнейших каких-то действиях, что-то изменится, да, к достижению вашей цели. Поэтому мне было бы очень приятно, если бы действительно так и произошло, что вы смогли бы какие-то поправки внести и поняли, ой, мне теперь понятнее, вот, я теперь точнее смогу прописать то, к чему я стремлюсь, и то, что мне нужно. Так, на ютубе хочу посмотреть. Спасибо, добрый день. Вижу, что вот тут люди реагируют. Вот. Поэтому попробуйте эту... по системе смарт ещё раз переписать, пересмотреть ту цель, которая у вас уже существует. можно даже сделать карту желаний. Я думаю, что многие с вами, многие из вас с этим сталкивались. Для того, чтобы достичь каких-то своих целей, можно просто взять карту желаний и сначала посмотреть, чего я хочу. Вернее, не чтобы достичь, даже, наверное, чтобы правильно выставить эти цели, чтобы к ней пойти, нужно... можно сделать вот такую вот карту желаний. Вы берёте свою фотографию вовнутрь, и снаружи вы просто наклеиваете красивой картинке всё то, что вам в жизни нужно для того, чтобы стать счастливой. Да? И потом, глядя на эту карту, возможно, вы увидите что-то... О, вот сейчас я понял. Я вот это, это, это могу вот так всё вместе объединить и вот поставить какую-то определённую цель. Да? Скажу точно, что работа в нашей компании позволяет заработать финансы, которые приведут нас к разным целям. Да? И мы не... Мы здесь можем зарабатывать не как в обычном линейном бизнесе, что вот день отработал, смену отработал, и я понимаю, что за день я могу заработать вот определённое количество, и всё, и больше нет. Да? У нас здесь нет ограничений, и вы знаете почему. У нас очень хороший маркетинг. Поэтому с нашей компанией, глядя на карту, которую мы делаем для себя, работая в нашем фонде, можно сказать, да я всё достигну, всего достигну, что сейчас есть на этой карте. Да? И так, в принципе, у многих получается. Главное – научиться выходить из зоны комфорта. Вот. Ну, а с чего мы начинаем? Вернее, а какой у нас следующий шаг, да, к достижению цели, к началу работы, с чем мы начинаем работать? Это, конечно же, с людьми, с партнёрами, с новыми, старыми, со знакомыми, с новыми знакомствами. Выходим на разные рынки, тёплые, холодные. Вот. То есть нам нужны люди. Для того, чтобы нам нужны были люди, для того, чтобы мы могли им что-то рассказать, для того, чтобы мы могли им презентовать свой бизнес, нам, естественно, нужны с ними какие-то встречи, звонки, контакты, да. И для этого мы начинаем со списка контактов. На очень многих тренингах предлагают писать список из ста имён. Иногда, когда я только начинала, на первые такие тренинги попадала, я думала, боже мой, что за ерунда, ну вот почему у всех всегда одно задание такое. Но, видать, то ли тренер не договаривал что-то, то ли я не допонимала от чего-то, я не понимала, почему нужно писать список из ста контактов. Я не понимала, как его писать, и мне казалось, что я знаю очень мало людей, и как я сейчас напишу этот список, и зачем он мне вообще нужен, если я могу просто взять свою телефонную книжку, там, если она у меня, там есть какая-то, да, эти маленькие тогда блокноты ещё были, вот, ну и надо будет позвонить. Нет, для того, чтобы работать, нам нужен отдельный список, большой, и список из ста контактов, это мелочи, это первое задание, которое мы можем давать своим новичкам, которые приходят в команду и говорят, да, я хочу работать, я не просто хочу быть инвестором, я не просто хочу ждать дивидендов, я хочу работать. И мы говорим, ну хорошо, хочешь работать, тогда берём листок и пишем ста контактов. Вот. И, во-первых, когда мы их прописываем, у нас всегда они будут перед глазами, и мы сможем делать пометки. Когда этот список перед глазами, мы всегда сможем, мы же можем эти списки по-разному делать, мы можем их делить на подгруппы различные, можем делать список, допустим, на начальная школа, институт, работа, да, мы можем делить холодные контакты, горячие контакты, вернее, горячие, тёплые, потом холодные, это вот прям совсем новые люди, которые будут появляться. То есть, ну, видов много разных, но писать их нужно, и обязательно нужно писать, оставлять напротив каждого имени графу для заметок, а то и лучше и две графы для заметок. В первой графе мы пишем для себя, кто этот человек, человек, если нам дали его номер телефона, тогда тем более мы пишем, кто дал номер телефона. Вот, а во второй графе мы уже пишем пометки, которые будут после того, как мы первый раз ему позвонили, да, потому что после первого звонка нам человек либо принимает наше предложение, мы сразу начинаем работать, либо может сказать, что давайте позвоните мне позже, либо он нам может сказать что угодно, и мы это записываем, мы пишем себе заметку, попросил не беспокоит, не может говорить, попросил перезвонить через неделю, или выслушал, договорились о встрече на такой-то, такой-то день, да, заметки пишем, потому что мы не можем все держать у себя в голове, и в принципе нам не нужно держать все у себя в голове. Поэтому со списком контактов работать нужно именно так, прям вот подробно. Есть такая статистика, вот если вам кто-то говорит, я никогда в жизни не напишу 100 контактов, это неправда. Есть такая статистика, что к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. Мы можем не знать их номера телефонов, их адреса, но мы визуально знаем, что такое у меня. Зима, ты не дает мне покоя. Не могу ее заглушить. И еще 20-30% людей обязательно скажут, нет, не примут наше предложение. По разным причинам, абсолютно по-разному. Они имеют право это, а это может быть им неинтересно, может быть им некогда, может быть им не до нас. Ну, причины всякие могут быть. Поэтому тем более нужно писать список, не 100, а 100 плюс, да, и больше контактов, чтобы мы понимали, что какой-то процент из этих людей у нас отсеется. И чем больше список мы напишем, естественно, тем плотнее команду, больше команду мы сможем выстроить. Как я уже сказала, мы можем делать различного рода списки, делить на разные категории. Можно, допустим, просто, мы пишем так, записываем всех, кого мы знаем, допустим, вот это вот работа с теплым рынком, всех людей, которые нам уже знакомы. Но перед тем, как начать им звонить, мы их выписываем по таким трем, допустим, категориям. Первое, это люди, на которых у нас есть какое-то влияние. То есть люди, которые верят нам, доверяют, принимают нашу деятельность, одобряют нашу деятельность, вот говорят, что да, ты молодец, как здорово, что у тебя все получается. С такими людьми очень легко работать, и вы приходите к нему и говорите, послушай, вот я сейчас набираю новую команду, и мне нужны нормальные люди, там, допустим, креативные люди, мне нужны такие, слово потеряла. Энергичные. Энергичные люди, я знаю, ты такой человек, ты знаешь, что я не буду там на какую-то ерунду размениваться, ты знаешь, что я достаточно серьезно ко всему подхожу, что я тебя не позову туда, где ничего не получится, поэтому давай, пошли со мной, это действительно очень интересно. Да, эти люди нам верят, эти люди идут к нам. Ну, может быть, да, когда он выслушает, когда он познакомится, может, ему тоже не понравится, значит, он будет входить вот в эти 20-30 процентов, ничего страшного, вот, но мы с такими людьми просто выстраиваем беседу по-другому, это тоже очень важно, как мы будем с людьми разговаривать. Также есть еще одна категория людей, которые интересны нам или которым интересны мы, которые нас с удовольствием слушают, которые нам, которых мы слушаем, к мнению которых мы прислушиваемся, да, вот каким людям мы можем сказать, вот у меня есть проект, мне он очень понравился, мне показался интересным, я хочу им заняться или там я уже занялся, но мне просто очень хотелось бы твое мнение, как ты на это смотришь, может быть, ты со своей стороны увидишь какие-то еще плюсы, там, либо какие-то минусы, да, вот, вот таким образом можно разговаривать с людьми, вот, у которых есть, допустим, наша категория интерес, да, то ли, который нам, или мы говорим, вот ты очень умный, ты эксперт, вот в этом, в этом, в этом, у тебя есть бизнес, я бы хотела вот твое мнение, да, и категория остальные, там мы уже дальше смотрим, как мы, ну, как мы с ними будем выстраивать беседу, также можно делить на три сегмента по категориям горячий рынок, теплый и холодный, да, то есть тоже делаем список, кто у нас горячий рынок, это родные, близкие, друзья, которых мы вот моментально вспоминаем, вот мы сели писать, и мы моментально вспоминаем их, да, вот, с которыми мы часто встречаемся, общаемся, звоним, люди, которые мы можем позвонить, просто сказать, о, привет, как твои дела, да, то есть нам есть, о чем с ними поговорить в любой момент, как прошла твоя встреча там, позавчерашняя, да, как ты съездил в отпуск, да, это люди, с которыми мы постоянно в контакте, дальше точно так же, люди, которые интересны нам, которым интересны мы, это тоже горячий рынок, потому что это наши, ну, это наши мужско-отестные контакты, часто, с которыми мы часто общаемся, вот, люди, на которых у нас есть влияние, это из того же, из первого, да, вот, и люди, у которых может быть интерес к нашему проекту, вот, кто эти люди, это сетевики, возможно, у них уже там в компаниях немножечко все затихло, это люди, которые, может быть, занимаются таким небольшим мелким бизнесом, и, может быть, у них там сейчас банкроты, да, там многие фирмы закрываются, и мы можем сказать, слушай, я знаю, что вот у тебя был бизнес, что ты знаешь, как зарабатывать, ты умеешь зарабатывать, у тебя хорошая охватка, давайте здесь расскажу проект, а ты вот посмотришь, как, ну, что, как, может быть, действительно, может тебя это заинтересует, потому что, ну, здесь действительно можно заработать, да, и мы все это понимаем, и все это знаем, что здесь можно заработать, мы не являемся сетевой компанией, да, но мы, у нас есть маркетинг, который построен на элементах сетевой компании, и мы понимаем, что с таким маркетингом можно заработать, ну, ну, неограниченное количество финансов, и мы понимаем, что все будет зависеть только от нас, только от нашей команды, только от того, как мы выстроим свою работу, теплый рынок это люди с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся это не горячий это не каждодневные вот но мы этих людей знаем мы представляем как они выглядят мы знаем чем они занимаются вот мы позвонив им мы можем сказать здравствуй напомните себе например там ситуацию какую-то да да здесь нужно будет не спросить как дела как вот как в горячем рынке люди с которыми мы можем говорить о привет как твои дела как ты съездил отпуск вот это те люди которые мы в первую очередь должны будем представиться и напомнить откуда мы из какой сферы да это уже теплый рынок мы напоминаем о себе и таких людей на самом деле у нас еще больше если вам кажется что их у вас мало то это ошибка вот как вы думаете сколько таких людей у вас есть вы можете даже ради интереса написать себе сумму сказать да я сейчас могу вспомнить людей вот из теплого рынка ну например 50 человек не больше вот если еще сады буду писать и возможно так и будет если вы сядете и просто будете писать этих людей но если вы попробуете составить список контактов по той системе подсказок который я сейчас скажу то этот список может быть гораздо больше чем 50 и вы можете даже как для себя в квест такой сделать смотрите система подсказок а по ассоциации то есть вы представляете себе людей визуализируйте людей и начинаете первая подсказка я хочу написать тех людей которые у которых есть усы вот поверьте мне как только вы скажете усы у вас хоть один человек но сто процентов всплывет в памяти дальше люди которые носят очки люди у которых громкий голос или люди которые умеют собирать собирать людей организовывать какие-то мероприятия которые такие заводилы до организаторы такие потом может быть у меня есть знакомые кто лысый раз и сразу картинка может быть у меня есть кто-то кто сейчас болеет или вы вспомните коронавирус который прошел сколько у нас знакомых нам через знакомых сказали что тот заболел тот заболел тот переболел тот легко тот тяжело вот может кто-то сейчас лежит в больнице из знакомых а вот может быть люди которые работают у вас ассоциация с деньгами да много зарабатывает или выиграл какой-то денежный приз то есть эти ассоциации мы можем сами себе придумывать да то есть или умеет зарабатывать или умеет на как с нуля сделать деньги там что угодно продать может вот эти подробности к этой ассоциации вот взяли деньги да и начали придумывать подробности и но поверьте вы прям на каждую какую-то ассоциацию вы сможете придумать хоть одного человека но можете вспомнить да там позитивные люди которые никогда не не расстраиваются которые всегда все нипочем которые там с проблемами справляются может быть спортсмены да вот кубок я поставила кубок спортсмены которые занимаются спортом сами либо на профессиональном уровне все наш список пополняется 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 и то есть мы можем сами придумывать по внешнему виду по чертам характера по национальности отношение к делу стиль одежды профессии да что угодно и все что в голову придет любые есть любую вот эту вот ассоциацию сами себе придумывать и у вас будут появляться списке люди дальше вторая система это воспоминание по ситуации да вот как раз мы вспоминаем начальную школу высшее учебное заведение там преподаватели какие-то наши школы вузов может быть преподаватели наших детей если мы уже позросли и у нас уже есть дети семинары тренинги курсы где мы только не учились как только мы вспоминаем какую-то группу где мы были и мы тут же начинают вспоминать визуально этих людей да в этот список можно писать только имена не важно что мы знаем о них не знаем поверьте мне как только они появятся в вашем списке это работает как-то энергетически наверное да вот все пошел посыл во вселенную и этот человек вам либо встретиться либо вы встретите общего знакомого у которого сможете узнать его номер телефона честно я не могу объяснить как это работает но это работает именно так вот но еще каких ситуациях мы были там какие-то путешествия можно в путешествие где-то познакомились там других городах и странах коллекционеры соседи вспоминаем их лица привычки увлечения визуализируем этих людей и у нас сразу все будет отражаться в нашем списке холодный рынок этот эти люди с которыми мы не знакомы напрямую это поиск партнеров там где казалось бы их нет вообще к ним мы можем отнести людей по рекомендации потому что для нас это незнакомые люди да мы им звоним и говорим мне ваш номер телефона дал кто-то мне вас рекомендовали как специалиста поэтому это тоже холодный рынок но это есть выход из нашей привычной уютной зоны комфорта есть люди которые на холодный рынок не выходят вообще и перед вами такой человек да я крайне редко могу это делать я осталась на горячем и теплом рынке и немножко по рекомендациям ну если не идет но не идет мы ничего с этим не поделаешь этому всему этому можно учиться это можно пробовать это можно прям ставить перед собой такую задачу да это классно вот потому что холодный рынок это безгранично очень эффективное огромное пространство это холодные горячего и теплые горячие рынки это просто маленькая толика от холодного но это такая категория которой нужно учиться но всех людей которых мы на любом рынке найдем это наши потенциальные партнеры мы с ними со всеми можем выстроить хорошее общение и взять их в свою команду вот как мы составляем список из холодных контактов как мы можем сами вот допустим решили мы поработать все таки да ну что но в первую очередь мы берем рекомендации да как я сказала это работа с по рекомендации это работа через через третье лицо мы можем выходить на людей с конкретными интересами то есть посещение каких-то бассейн и тренажерных залов и там мы можем с ними знакомиться там как раз ситуация такая когда это нормально что мы там знакомимся потому что мы вдруг вместе оказались там где мы проведем какое-то количество времени естественно ты будешь человеком с этим каждый день здороваться когда будешь приходить на тренировку вот и постепенно постепенно этот человек из холодного то контакты переходят уже в теплый контакт есть такое где-то я прочитала что можно брать объявления из газеты вот и там там же есть имена людей может быть но газеты не знаю сейчас это все конечно в интернетах вот имена людей номера телефонов которые можно позвонить да но здесь хорошо брать допустим не из того списка где люди ищут работу еще работают дает свой номер телефона да это инертные люди это они ждут что работа к ним сама придет да хорошо брать людей которые продают автомобили зачастую это люди которые коммерцией занимаются это коммерческие будут продажи да то есть люди которые умеют делать деньги люди умеют знают что такое делать деньги вот и им такое предложение может быть интересно во всяком случае это те люди которые что-то делают они ждут пока к ним деньги придут сами да поэтому смотрите тоже если вы хотите взять где-то из объявлений какой-то контакт смотрите о чем это объявление точно также посещение всяких мест и мероприятий где можно познакомиться всегда берем с собой визитки но хорошо если мы просто сами идем на контакт идем знакомиться это здорово очень хорошо этот метод работает в тех местах в чужих городах чужих странах вот если вы путешествуете очень здорово знакомиться там с людьми потому что самое простое самое естественное когда вы подходите к человеку вы у него можете спросить о достопримечательностях данного места чтобы он вам порекомендовал куда можно съездить что можно посмотреть вот и здесь тоже может завязаться очень интересная беседа и таким образом можно познакомиться тоже с разными людьми то есть в чужом месте тоже очень легко знакомиться я уже говорил что у меня сегодня знакомый парень который сказал что он эту методику использует постоянно знакомиться с людьми на улицах причем он это делает даже в тех местах где он бывал уже много раз или он год я даже в своем родном городе так начинал вот он знакомился с людьми спрашивал что можно посетить он подходил к людям в парках которые не бегут не спешат которые могут остановиться или которые сидят на ларочке которые могут с вами переговорить вот и у них завязывался разговор завязывался знакомства и он говорит и я практически сразу же говорил вот вы мне показались такими симпатичными людьми очень хотел с вами познакомиться простите пожалуйста я на самом деле живу в этом городе я все знаю я просто не мог найти причину как подойти к вам и как познакомиться то есть человек признавался сразу и он говорит это создавало очень классный эффект и это у меня очень много таких знакомых которые стали прям друзьями вот не знаю вот вы мне внешне понравились вот подошел захотел познакомиться но его первое что пришло в голову знаете как а как пройти в библиотеку такой вопрос вот поэтому если мы инициатор знакомства тогда контакт получается гораздо легче легче выйти на контакт поэтому способов много они все доступны они все работают и только нужно использовать только нужно не бояться выходить из зоны комфорта и вот этот список контактов писать 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 потом конечно с ним еще нужно уметь работать но главное составлять писать знакомиться я услышал одну фразу когда человек спрашивает о чем ты занимаешься и услышала фразу мне сказали я говорю я продаю образ жизни это такая фраза которая сразу с первой секунды она непонятно и поэтому на нее всегда возникает вопрос а это как и тут мы можем начинать и можем рассказывать с чего угодно то есть ну все зависит от ситуации вот мы можем рассказывать о себе своем проекте обо всем самое главное чтобы зацепить это знаете как фраза крючок есть даже целые тренинги целое занятие которые так и называются фразы крючки произнеся которые у вас может завязаться хороший интересный разговор до чтобы вот поэтому пожалуйста пользуйтесь да и вот книга контактов которые мы пишем хорошо бы чтобы это было прям вот реально тетрадь какая-то вот прям тетрадь вот у меня она разделена на 4 секции да там можно по разному делать у каждого свой метод но есть вот такой метод у млм щиков которые пишут разворот тетради и они его чертят на пять столбиков порядковый номер имя фамилия и подробно все контакты где можно найти этого человека где можно с ним выйти на катак на контакт написать мессенджеры все все что человека есть все что мы о нем узнаем все что мы знаем все пишем да даже если мы знаем там совсем чуть-чуть мы пишем потому что потом в процессе общения с этим человеком мы узнаем о нем что-то новое и мы дописываем 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 пишем всю информацию какую мы знаем человеке там род деятельности увлечения хобби если у него семья вплоть до того день рождения знак зодиака почему это нужно потому что в беседе с этим человеком мы можем его поздравить с днем рождения человеку очень приятно нам всем приятно если вдруг вам позвонили сказали слушай привет у тебя два дня назад был день рождения я тебя даже если это не в день рождения звонок да кстати да очень такой полезный совет если это холодный контакт или мало знакомый нам человек возможно ему лучше позвонить на второй день после дня рождения даже если вы знаете да у него сегодня день рождения может быть не стоит потому что если мы для него мало знакомый человек то это будет просто поздравляю и все у него в этот день у него его тоже принимает поздравление от родных от близких друзей от родственников и мы там можем быть просто так мимо незаметными мы можем пройти незамеченный но если мы ему звоним через день через два сказать лучше дружище не знаю тебя два дня назад платье рождения не хотят тебя беспокоить но вот сейчас все равно хочу тебя поставить это очень приятно на самом деле это очень приятно со мной такое было когда меня поздравляли мне было приятно было такое что я сама так делала и обнимала сколько человек приятного да ты что ты помнишь и когда я помню но как-то вот не хотела тебя уже дергать в твой день рождения там на празднование да у меня был юбилей у меня была куча гостей мы с тобой даже поговорить не смогли вот понимаете и но человеку действительно очень приятно и это причина для того чтобы позвонить чтобы начать разговор вот и пятая графа это самая самая большая графа у млмщиков это касание они так называются касание встречи это то что я вам говорила первоначально заметки мы пишем кто этот человек откуда мы его знаем и дальше наши встречи назначили встречу такого-то такого-то числа значит все пишем вот мы с ним переговорили по телефону и пишем договорились о том я должен послать то-то то-то я там это самое договорились о встрече кстати да если договорились созвониться и вы записали договорились созвониться и . то этого ни о чем не договорились то есть если мы говорим что договорились созвониться то вы тут же должны и договориться и отметку себе написать о О чем вы договорились? Звоню я в такой-то день, в такое-то время. Потому что созвониться – это очень растяжимо и очень абстрактное понятие, и оно может растянуться и кануть плету вообще. То есть конкретика. Есть тема даже на тренингах, тема договоренности. И я проходила один большой коучинг, но наша компания организовывала. И у нас была тема договоренности, которая была на целый день. Мы говорили об этом целый день. Представляете, насколько это важно – уметь договариваться и передоговариваться. Поэтому для того нам и нужны наши заметки, чтобы мы четко себе меточку поставили, что нужно сделать, как нужно сделать, чтобы наш договор был прям выполнен как положено. Это, кстати, и еще наша компетенция говорит, о нашем профессионализме говорит, когда мы договорились, уточнили и выполнили. Это вообще просто замечательно. С такими людьми хочется работать. И нам хочется с такими работать. И другим будет хотеться с нами работать. Ну и когда вы сделали уже вот этот весь список контактов по всем подсказкам, по всем-всем-всем категориям, там не знаю, сколько вы там сделали списков, естественно, мы должны переходить к делу. Мы переходим к звонкам, встречам. И очень важно, с чего мы будем начинать, с каких людей мы будем начинать. Поэтому мне всегда хочется сказать, что первые люди, кому вы будете звонить, пусть они будут, на ваш взгляд, для вас, это открытые, активные, приветливые, позитивные люди, с которыми легко общаться в любое время, в любой ситуации. Вы же знаете таких людей. То есть мы, когда напишем в список, мы сразу в списке будем видеть, кто у нас какой. У нас же сразу ассоциации с этими людьми будут возникать. Не обязательно, вот как мы составили список, прям по очереди всех обзванивать. Я сегодня должен сделать 10 звонков вот с первого по десятый номер. Нет, нет, это не обязательно. Мы начнем с того, кто, на наш взгляд, самый легкий в общении для нас. Это нам дает позитив, это нам дает хорошее настроение, это нам не дает вот этих вот сломов, надломов. Потому что, когда мы начинаем, когда мы новичок, и мы скажем, ой, нет, ой, мне некогда. О, что вы тут, вот все звонят. Очень тяжело, когда ты новичок, очень тяжело слышать такое. И мы ломаемся, и мы закрываем эту книгу, и мы не хотим больше звонить. Все, не буду, вот, у меня ничего не получается. Я 10 человекам позвонил, и ни один не согласился. Это нормально. Чтобы у вас первая статистика была хорошая, вот, пожалуйста, выбирайте легких людей. А вообще статистика такая. Подумайте, если у вас есть колода, мне 64 карты, вам нужен джокер. Сколько карт вам нужно перебрать, чтобы найти этого джокера? Так и здесь. Сколько нам нужно будет сделать звонков, чтобы получить ответ «да». Поэтому все нормально. Всегда помним про 20-30%. Всегда помним о том, что люди имеют право сказать «нет», потому что у них именно сегодня такое настроение. Сегодня они не расположены. Может быть, они потом будут, да, мы потом будем об этом говорить. Как дальше с этими людьми работать, которые сказали, сразу сказали «нет». Но чтобы нас ничего не сломало, мы имеем право в своем красивом большом списке выбрать тех людей, которых нам приятно слышать будет сегодня, как вот сейчас, да, и начать с хороших людей. Да, можете ставить себе план, там, позвонить 10, позвонить 5 людям. Это тоже очень хорошо. Это вот мы на следующих темах будем говорить, когда будем говорить о планировании. Да, это здорово. Но самое главное – делайте этот список, делайте его как можно больше, пусть он будет у вас огромный. Чем больше, тем лучше. Значит, гораздо больше можно построить будет команду. Спасибо большое, кто был со мной до конца. Спасибо, кто дослушал, спасибо всем, кто будет смотреть в записи. Я желаю всем хороших целей, исполнения желаний, легкого пути к целям, потому что мы уже знаем, как этот путь выстроить, как прописать все свои шаги. И желаю вам больших команд, кто будет заниматься построением команды. Желаю вам, чтобы у вас были большие и дружные команды. Спасибо большое. И до следующего четверка я с вами прощаюсь.